Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Равные возможности для агитации. Сегодня телекомпании Республики представили бесплатное эфирное время с зарегистрированным политическим партием и кандидатом на выборах депутатов Госдумы. Обязательная вакцинация отдельной категории граждан. Эта тема стала главной на совместной пресс-конференции санитарного главного врача и представителя Минздрава Карачаева-Черкесии. Жители села Садово внимательно следят за тем, как возводится новый дом культуры. Строители делают все, чтобы вовремя сдать объекту эксплуатацию, когда же завершится строительство. Уникальные национальные костюмы выполнены в соответствии с эстетическими канонами черкесов. Картина галереи открылась в выставках художника-модельера Мадины Хацуковой. Сегодня в Республиканском избиркоме состоялась жеребьевка по распределению между зарегистрированными политическими партиями и кандидатами на выборы депутатов Госдумы и в органы местного самоуправления бесплатного эфирного времени в теле- и радиовещании. Возможность для агитации представили телерадиокомпания ГТРК «Карачаева-Черкесия» и телеканал «Архыс-24». Процедура жеребьевки давно отработана и всем знакома. Представители партии кандидатов по одномандатным округам по очереди подходят к столу и выбирают конверты. Внутри дата и время выхода в эфир агитационных материалов. Как отмечают в избиркоме «Карачаева-Черкесии», обычно при жеребьевке не бывает никаких нареканий, поскольку всем предоставляются равные возможности для агитации. Сегодняшнее мероприятие очень важно для политических партий, зарегистрировавших в федеральные списки, и очень важно для кандидатов, которые зарегистрированы у нас по одномандатному избирательному округу номер 16. Проведенная жеребьевка позволит каждому участнику сегодняшнего мероприятия участвовать в предвыборных мероприятиях и получить равное количество объема того времени, которое предоставлено телекомпаниями «Арахис-24» и «ГТРК». Также они сегодня получили время для того, чтобы в указанных телекомпаниях были размещены их ролики. Абсолютно равное количество времени получено, абсолютно равный доступ всех зарегистрированных партий и кандидатов для проведения своих агитационных мероприятий на телевидении «ГТРК» и «Арахис-24». Как сообщают в оперштабе, сегодня в республике выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 690 человек госпитализированы. И сегодня главный санитарный врач Карачаево-Черкесии Сергей Бескокотов и начальник лечебного дела Республиканского Минздрава Бэйла Батчаева провели совместную пресс-конференцию по теме обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. На встрече с журналистами спикеры рассказали о ходе прививочной кампании и о том, почему тема вакцинации стала особенно актуальной именно сейчас. Ахмад Халкевич продолжит. Ситуация с заболеваемостью в очередной раз начала осложняться в июне. Факторов множество, в том числе несоблюдение мер предосторожности населением, появление новых штаммов вируса и пока еще низкое количество привитого населения, резюмирует Сергей Бескокотов. Я был вынужден подписать постановление главного госсанврача номер 964. Эта мера была вынуждена, еще раз повторюсь, потому что ситуация действительно начала осложняться. И дальнейшее промедление просто у нас могло привести к более серьезным последствиям. В постановлении перечислены представители только тех профессий, которым по долгу службы приходится контактировать с большим количеством людей. Это работники объектов торговли, сотрудники компаний и организаций из сферы услуг, а также образовательных учреждений. Как еще поведали спикеры пресс-конференции, около 70-80 выявляемых в настоящее время случаев заболевания заразились дельташтаммом. На данном этапе мы столкнулись с таким штаммом, при котором уровень антител, который был достаточен для предыдущего штамма, он уже недостаточен для дельта. Ну а тем, кому может быть противопоказана вакцина, необходимо оформить медотвод. Для этого необходимо обратиться к своему терапевту по месту жительства или лечащему врачу с предоставлением документов, подтверждающими наличие хронических заболеваний или же антител вследствие перенесенной болезни. Однако наличие антител само по себе не является основанием для освобождения от прививки. Решение принимает врач. Медотвод является основанием для освобождения сотрудника от прививки, но он не перестает представлять опасность для окружающего населения и для своего коллектива, и для окружающих, те, с кем он работает. Основанием для присутствия их на работе, то, что у них медотвод, не является. Уже работодатель должен решать, как их или перевести на удаленный режим работы, или отпуск за свой счет, или, ну, это уже решает работодатель. На данный момент в республике в наличии все четыре вида отечественных вакцин от ковида. Это спутник ВИК, Ковивак, Эпивак, Корона и спутник Лайт. Вероятность выработки иммунитета составляет около 95%. Так работает любая вакцина, не только коронавирусная, подчеркнули специалисты. Ну а если после прививки иммунитет не выработался, нужна повторная вакцинация. Желательно уже другой вакциной, подытожила начальник лечебного отдела республиканского Минздрава Белла Батчаева. Ахмат Халкичев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаево, Черкесия. В Карачаевске двум ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали памяти Героев Отечества от Министерства обороны России. Такие награды вручают за высокие достижения в области истории и гуманитарного знания, реализацию проектов в историко-патриотической направленности. Подробности расскажет Аслан Гирюков. Исай Мусаевич Ахкеев был призван на фронт в 1941 году. Служил в 77-й дивизии 195-го полка. После ранения, полученного в 1943 году, он 12 лет работал на военном заводе. Исай Мусаевич имеет медали Георгия Жукова за победу над Германией, также имеет орден Отечественной войны второй степени. За все боевые и трудовые заслуги он награжден 16 орденами и медалями. Сегодняшнюю награду Исай Мусаевич получил неспроста. Ведь, являясь ветераном Великой Отечественной войны, он подает пример мужества и отваги. Я доволен. Все. Кто получал медали, афганцы дали, эту медаль дали. Потом Крышайский тоже орден дали мне. Хорошо все. Я очень доволен. Более подробно прошедшей акции рассказал председатель Совета ветеранов города Карачаевска Ракай Алиев. Он отметил, что с помощью администрации и общественных организаций ветеранам оказывается помощь и для них проводят различные мероприятия. Помимо этого, он отметил, что вторая медаль будет вручена султану Хаджимурзовичу Наскидаеву. По состоянию здоровья он не смог принять участие в данном мероприятии. И вот эти люди заслужили того, чтобы в мирное время, вот сейчас, они жили лучше. И эти медали орденам, может быть, надо было вручать и раньше. Но спасибо, что и по линии Министерства обороны, вот сегодня была награда, и по линии главы республики и Министерства обороны Российской Федерации не забывают ветеранов. Для них, для им это очень приятно, а они заслуживают, может, и больше. Спасибо, что не забывают их. Изучая историю Второй мировой войны, можно узнать, с какими трудностями сталкивались люди. Для подрастающего поколения ветераны Великой Отечественной войны являются примером героизма. Они не понаслышке знают, какой ужасной и безжалостной может быть война. Их подвиги вдохновляют многих людей и воспитывают патриотов своей родины. Аслан Гирюгов, Мухаммед Ашивоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Но сейчас время прогноза погоды, слово нашим синоптикам. По Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, в горах местами плюс 5, плюс 10, днём плюс 24, плюс 29, в горах местами плюс 18, плюс 23 градуса. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днём плюс 27, плюс 29 градусов. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Библиотека, зал, хореография и различные кружки откроются скоро для любителей книг и тех детей, которые хотят заняться творчеством. «Стройинвест» завершает реконструкцию Дома культуры села Садово по нацпроекту «Культура». Ход строительства объекта посмотрели депутаты Народного собрания республики. Подробности у Аллы Динаевой. Дом культуры села Садово получил новое дыхание. Его почти заново отстроили. Когда проводили демонтажные работы, от старого ДК оставили только стены. Крышу перекрыли заново, установили новые окна и внутри обновили всё и провели отопление. А сейчас ведутся облицовочные работы, электромонтажные и не только. Строители спешат завершить реконструкцию объекта в срок. А это обновлённый просторный зал ДК. И здесь многое уже сделано. «Не остаются, да, у нас?» «Ну, сказали оставить, может быть, да, в городе. А это старые?» «Это вот мы в прошлом году когда приезжали, он прям просил обратить внимание, потому что, чтобы в дальнейшем можно было экрана, либо по кинопроекту, либо ещё по какому-кому». «Оставьте, они нам пригодятся». И на втором этаже ДК тоже большую часть строительных работ завершили. Уже установили и новые двери, остались отделочные работы. Депутаты Народного собрания провели мониторинг хода строительства Дома культуры в селе Садово и Адыгхабльского района. И это не первый визит парламентариев на этот объект с начала его реконструкции. «Первый раз мы ровно год назад приходили. Потом мы постоянно мониторим, приходим. И по сравнению с первым разом, естественно, тут очень много сделали. Уже сегодня приятно ходить и видно, что объект уже скоро будет сдан». А ещё по проекту реконструкции Дома культуры строители пристроили к старому зданию и новый зал хореографии площадью 170 квадратных метров. «Действие, да, наше ДК не функционировало. Мы рады, что у нас будет свой ДК. И с Нового года у нас будет открытие. И все наши мероприятия будут проводиться там». До конца года и того дня, когда современный и просторный Дом культуры распахнёт свои двери, жителям этого населённого пункта осталось ждать совсем немного. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Садовая. История в каждом завитке. Классика адыгского национального костюма в персональной выставке художника-модельера Мадина Хацукова представлена в картинной галерее Республиканской столицы. С эстетикой свадебных нарядов юных горянок познакомилась Фатима Даурова и заодно узнала, какой сакральный смысл таится в золотых орнаментах шикарных нарядов. Выставка художника-модельера и по совместительству златашвейки Мадины Хацуковой «Фаша-мигуаша-жагумигупса» посвящена адыгскому национальному костюму, выполненному в лучших традициях адыгского шития в соответствии с эстетическими канонами черкесов. Замысел мастера представить публике самый важный наряд в жизни девушки – свадебное платье, символ перехода в новую жизнь. В подборе материала, выборе орнамента, декорации изысканного облачения и шитье зачастую невесты сами принимали участие. История каждого платья уникальна. У этого галуна, вот галун, которым обшито платье, Марина тоже его плела сама, но не одна, а вместе со своим будущим супругом. Они плели вместе, потому что на изготовление галуна уходит очень много времени. Она не успевала одна, и это физически тяжело, и поэтому её будущий супруг ей помогал в плетении галуна. Такая вот история у этого платья. В старину каждая юная черкешенка готовила своё свадебное платье своими руками. С пяти лет начиналось постижение искусства создания адыгского костюма. Стежок за стежком, год за годом рукодельницы шли к главному событию своей жизни – к свадьбе, на которой наряд адыга фаша символизировал незыблемость традиционных устоев. Архаичный орнамент, адыгская знаковая система рисунков имели сакральный смысл. История в каждом завитке. Руки – это символ женского начала. Я думаю, что именно поэтому самый большой знак делался именно на рукавнике, и он ещё служил и оберегом. И если мы разложим этот орнамент, этот знак на составляющие, то мы увидим про матерь голова, руки, материнская грудь, материнское молоко, ноги и рождение. То есть вот на рукавнике изображена про матерь. Это то, для чего женщина приходит на этот свет, жить на землю. То, для чего она предназначена – заботиться о своей семье, о своём роде, рожать детей. У каждой мастерицы черкесского костюма свой почерк и стиль, которые отражают характер автора. Руку Мадины Хацуковой узнают сразу все ценители классической эстетики черкесской национальной одежды. В мастерской Мадины Хацуковой были сшиты сценические костюмы таких известных хореографических коллективов, как Кабардинка, Ингушетия и Войнах. Мадина Хацукова шьёт свадебные наряды для невест-горянок разных национальностей. Каждая деталь продумана автором до мелочей. Придерживаясь основных эстетических норм восприятия костюма, автор в некоторых работах позволяет себе и современные мотивы в декоре. Очень надеюсь, что выставка здесь будет до 26 августа, что сюда придут девочки, придут девочки, увидят эти костюмы и, возможно, посоревнуются с самой Сатаней Гуашей, искусницей из искусниц, которая смогла умолить солнце, остаться на небосклоне, пока она не сошлёт своё платье и не оденет его. Фатима Даурова, Марина Кушпова, Алибастана, Вести, Карачаево-Черкесия. Таким был вторник, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «В плену у прошлого». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин